Разбавитель для масляной краски Листочку там не моем, не промакиваем Только маканием берем жидкость для разжижения Забавная у нас картиночка Значит сделаем ее необычным образом Ты возьмешь Синенький Розовенький В пользу синенького Что-то вот такое Замешаешь это Возьмешь тряпочку Сделаешь из тряпочки фигушку И этой вот фигушкой Наберешь Вот такой слой вещества На холст Синего вещества Вот такой слой наберешь Синего вещества Будешь добирать белило Синило Чуть-чуть розовил И продолжишь синим Набирать Дальше Вот так натирая Когда синька ляжет везде Ты к этому прибавишь коричневый И в синечку зайдешь с коричневизной Она усложнится Сама коричневизна А заодно Избавит тебя от откровенно синего В верхней части картины Хорошо? Хорошо? Хорошо Потом ты возьмешь коричневый И голубой И вот этот темный каркас В центре картины Наберешь То в пользу голубого То в пользу коричневого Мутно, как там и есть Вот такими Звучиками Помни, что ты сначала Все это синим делаешь Наберешь То в пользу коричневого То в пользу синего Наберешь Потом будешь вытирать Места, где у нас цветки Вытришь И чистым местом тряпочки Загонишь Разбелый розового Будешь брать белый И розовенький И вписывать Мутное Розового цвета Вот так вот Впишешь Мутное Розового цвета У тебя будет всюду Мало краски И это очень выгодно Будет для моделирования Цветков Которые ты уже пальцем Вот в этом пространстве Начнешь формировать Идею лепесточков Идею лепесточков Это красиво? Да Вот Сначала это Потом это Потом это Потом вытерла Вложила розовый Потом Суп с котом Давай Возьмешь белильца Синица Перемелишь Перемелишь И вгонишь туда Синенький Который там есть Вот эту светлость Загонишь А сюда загонишь Темность Коричневый Коричневый Голубой Или синий Вот так темно Вот так темно Вот так темно Мы же видим Что мы рисуем Здесь мы видим Светлое Здесь мы видим Полусветлое Здесь мы видим Откровенно темно Вот это мы и рисуем Не сомнительное пятно Уже ты сделала Просто Замазала Сомнительным Пятно Светлые места Подотрешь И сначала Тряпочкой А потом Мастихином Мастихином Я потом покажу Сначала Тряпочкой Тоже создашь Идею Света Хорошо? Давай То есть Ну Раскидать На пятна Я просто думала Сначала Смотри Вот ты поступила Как все маленькие детки Между каждым цветком Есть одинаковое расстояние Между ними Да? Вот Ну вот Буквально Расставила Расставила А там Совсем по другой схеме И все В природе Совсем по другой схеме В природе То густо То пусто Поэтому Вот этот цветок Вот этот цветок И вот этот цветок Они как единое пятно Правда? Еще и к ним Этот пристроился Отдельным пятном Сидит Это пятно Значит То обилие краски Которое ты положила Его не должно быть На холсте В этой картине Вообще Здесь Такой густоты Краски Не будет Поэтому Все что ты будешь делать Делаешь Небольшими Густотами Вот такими Тихими Хорошо? И ты видишь Мутнявый Характер Изображения Мутненький Больше ничего не разжижаешь Вот эту слякоть Лучше сразу Собери в грязную Тряпочку Потому что она будет Только Соблазнять Воспользоваться Тебе Тебе Больше Больше Никакая Разжиженность Не нужна Вот Количество Краски Которое Должно Появиться На холсте Небольшое Количество Мутноватый Дымчатый Характер Цветков Мутноватый И дымчатый Вот Я перемолол На светлые Пятна Просто Перемолол Они Как будто Клубятся В воздухе Как будто Это все В облаках Происходит Это Хорошее Проявление Рисунка Выгодное Проявление Рисунка Клубление Света Согласны Сейчас Становится Красиво То есть Если что Подтираем До сухого Холста И на это место Приходит Некоторая Густота Но только Малая И некоторая Похожим Образами Здесь Здесь ты Нарисовала Эллипс Стоячий А он же Там Нестоячий И так Ты несколько Раз Уже Здесь Поошибалась Особенно Здесь Где Я Тебе Хотел Это Показать То есть Наблюдай За направлением Этих Овальчиков Эллипсов Кругляшочков То есть Наблюдай За их силуэтами Хорошо То есть Прежде всего Торчачий Или лежачий Характер Пятна Когда ты Это совершил Ты возьмешь Темный цвет Возьмешь Опять Фигушку Тряпки И Вот эти Темноты Которые Мы там Видим Темноты Начнешь Подбрасывать Тоже Штриховательно 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 Краски Немного Соблюдать Меру Количества Вещества Принципиальная Задача В этой Картине Как если бы мы Пастелью Видела когда-нибудь Мелкие пастели Как если бы мы Пастелью бы Рисовали То есть Небольшое Количество Штрих По цилиндру Задает сразу Идею Круглого Предмета Правда? Коричневый Синий И Ноги Наших Растений Вот Они Вот Они Светлое Пятно Можно И Таким Образом Жду Этой Ручки Светлое Пятно Рефлекса С Этой Стороны Тоже Смотри Забрасываю По Форме Муть Увенчанная Бликом И Мы Получаем Идею Стеклянного Предмета То есть Это схема Но ты уже Поподробнее Постараешься Изобразить Эти Мелкие Больше здесь Чем Возле Кувшина При этом Расстоянии От кувшина И В этом Расстоянии Листья А не Цветочки То есть Такие вещи Наблюдаем Сравниваем Уточняем То есть Неогульно Раздаем То есть Относительно Других Друг друга Предметов Друг друга Относительно Друг друга Упаковываем Рисунок Логично Да? Да Значит Макрятину Соберешь Чтобы она Здесь Духа не Смотри Вот Просто Припачкал Пятно Вот он Дыму Все Дыму Пока Потом Когда Дым Осядет Я Видишь На ребро Поставил Чтобы Начать Укладывать Светлые Звучания Рисунка Раздавлено Укладываем Помогаем Пальцем До Мутного До Мутного Хорошо? Вкусненько Происходит У вас Все вкусненько Значит Когда Будешь Здесь Разрабатывать Рисунок В Светлых Пятнах Даже Несмотря на то Что ты уже Светлый Как бы Положила Чуть Чуть Подотрешь Для того Чтоб Укладывать Еще Более Светлые Светлые Чуть-чуть порядок навести. Собрать лишнее, чтобы заниматься цветочечками. Хорошо? Сейчас покажешь цветок, да? Да, если хочешь попробовать то или иное, прямо по моим следам положи то или иное. Прямо по моим следам положи то или иное, чтобы ощутить меру вещества, характер укладки. Несколько пятен, которые должны были быть сигналом, подсказкой. Куда это все? Вот в этом невозможно ничего моделировать. Все, густая краска. Мало того, вот это больше никогда не делай. Вот это вот. Небось, еще этим пальцем делала, да? Разные. Количество краски должно быть такое, чтобы оно моделировалось. Вот потрогай вот эту, потрогай. Вытри палец. Потрогай вот эту. Там не скользит, да? Не скользит. А не скользя позволяет рисовать. Смотри, рисует. В том числе и светлым. А в эту кашу уже ничего невозможно внести. Вот то, что ты понашвырял. Давай посмотрим то, что я предлагаю. Помнишь, я даже вытер, чтобы первая укладка светлого была совсем малым количеством. Мало того, что сиятельный эффект, да? Мало того, что палец, смотри, лежит. Он как у скульптора работает этот палец. Как у скульптора. Не вот эти, а лепка. Смотри, лепка. У меня как будто долото, которое вырубает из массы, вырубает рубленный характер даже, да? Да. То есть, к этому надо приспособить руку. Смотри. Настоял штрихом. Настаиваю штрихом. Можно выцегонить красочку прежде. И туда уже загнать. Красиво? Значит, в меру краски блюсти, блюсти. Ладно? Вот это вот особенно прекратить. То есть, вместо этого появляется лепка. Лепка. Рубка. Хорошо? Подтираешь, где нужно, светло. Берешь малое сначала, малую меру вещества. И рубленная укладочка. Хорошо? Давай так. Все равно много краски, но уже получше. Все равно много. Stevens. Продолжение следует. Просто на нем. Меня не любит. Нормально. Аплодисменты. Рубленная укладочка. Все равно, что мы занимали. Продолжение следует... Собственно. Посмотрите. Продолжение следует... Уже. Продолжение следует... Аплодисменты. Тобое. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Вот в этой мгле болотистого цвета, фиолетовый синеватый разбил звучит как воздух, как клубящийся воздух. Ты согласен? Вот он прямо сделал ее цветной. Есть те ткани, которые в тени залегли. И есть те, которые здесь на сверху. Держи. Смотрите продолжение в следующей серии. Всегда, когда мы держимся мутного, мы очень выгадываем. Малейший шаг к прорисованному, на мутном, дает эффект законченности. Поэтому чем больше мутного, тем мы все время находимся вблизи от законченности. Смотрите продолжение в следующей серии. Не на мутном, это все требует какой-то выписки. А ты видишь, что здесь, в этом контексте, даже несколько жестикуляций выглядят как вполне убедительное звучание. Двадцатая картина бабушки. Идея круглого. Штрихов по цилиндру. 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 Сразу должен быть. Вот так. Я даже грубой не стала дома одна. Не, ну... Стоять и что-то. Да, никогда не закончится. По обстоятельствам из жилья. Всегда нужно было еще ей решиться. Ну, один раз поеду, ну, два раза. Который уже раз? Я уже не знаю. Я уже не считаю. А результат-то видите? Еще раз. Каждый раз думаю, ну, все, приеду домой и все смогу. Приезжаю, начинаю срабатывать что-то. Думаю, нет, еще поеду. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Совершенно. Да. Игорь, вы счастливый человек. Сколько... Женщина защита. Высыпает и просыпается с вашими людьми. Да, да. Мужья ночью просыпаются, говорят, «О, с нами сегодня опять тебе сахар». Голос на весь дом. Мой стихинчик. Мастер-классу наизусть. Ага. Сделай ты из-под тени, да? Да. То есть я раздаю... Раздаюсь, сейчас ты видишь теневой каркас, да? Да. В пользу желтого. 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 Я когда пою. Ага. Игорь, шишка. Думаю, тренируешься, тренируешься. Пора ехать уже все. Да, Игорь, вас уже цитируют. На работе уже, конечно, уже входит вообще. Разговаривать. Мы тут коллективы цитируют. Четыре человека. Прикольно. Поэтому на шестке, хотя бы, нет вопросов. Мигательные, да? Такие мигательные. Как участие своей забрала? Ага. Начальника сводилась. А вообще работали? Вот. Они начали на работе, начали рисовать. Вот так. Видите? Это почему? То есть, вообще, на самом деле, надо иногда создать условия на холсте. И маневры пальца осуществить, чтобы расчувствовать идею беготни пальцем и мастихином по холсту. То есть, ничего толком не рисуя. Просто, может быть, включить видео и посмотреть, что он там вытворяет. И вместе с ним вот попытаться вот... Ну, единственное, что вот, как ты сейчас несколько раз нарушила дисциплину количество краски, да? Она бы, конечно, не дала тебе бы никаких шансов повторить увиденное. Дым, 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 дым. Дым, 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 дым. Четыре, пять, шестая, там, стоять. Те цветки, смотри, в тень, в тень ушли. А эти вышли на свет. Здесь уже, когда финишная, прямая, можно чуть-чуть воспользоваться густотой. Вот такими звуками. Так? Ну, пробуй. Боюсь испортиться. Дописано, по-моему, и хорошо. И главное, что ты финишировала уже как художник. В общем, тебя и поздравляю. Слава Богу. Эти рамочки вообще всем подходят. Идеально. Идеально. Здорово. Молодец.